Итоги уходящей среды Что делать, если появилась слабость, поднялась температура и болит горло? Выстрел в воздух. В Могилевском районе нетрезвые пассажиры напали на сотрудника ГАИ, из-за чего завязалась потасовка. Истина, инкрустированная самоцветами, заслуженный артист Беларуси подарил Бобруйскому кафедральному собору старинную книгу. В начале без слова, и слово бег Богу, и Бог без слова. Какого года реликвия. А также союзная решимость, национальные наблюдатели и обновленный кодекс. В стране утверждены новые правила приема в УЗы и СУЗы. Что изменится? Пандемия не отступает. Министр здравоохранения Беларуси призвал не паниковать из-за роста заболеваемости. Особенно остров всплеск был виден в понедельник, когда за амбулаторной помощью выстроились очереди. Большинство одни и те же симптомы. Повышенная температура, мышечная боль, слабость и воспаленное горло. Медики уверяют, что ситуация контролируемая. Карина Гуреевич о том, что делать, если почувствовали недомогание. В Беларуси за последние три дня зафиксирован рост ойри, гриппа и коронавирусной инфекции. Только за сутки прибавилось порядка двух тысяч пациентов с COVID-19. Приходу нового штамма «Амикрон» отмечают специалисты. Больницы и поликлиники готовились заранее. Проверены кислородные системы, увеличены запасы лекарств, масок и перчаток. Для пациентов перепрофилировано 11 тысяч коек. На тему эпидемиологической обстановки в стране Минздрав провел брифинг. «Особенностью данного подъема является то, что клинические проявления появляются достаточно быстро, то есть инкубационный период сократился, но и длительность заболевания опять-таки сократилась». При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до недели. Кроме того, работники, которые болеют ОРВИ, по согласованию с нанимателем, могут от одного до трех дней оставаться дома без больничного. Школьники же до пяти. Такие меры уменьшат нагрузку на поликлиники. Плюс теперь медики имеют право ставить диагноз коронавирус без ПЦР-теста. Исключение случаев, когда требуется госпитализация. Для тех, кто хочет перестраховаться, можно проверить себя самостоятельно. ПЦР-тест на COVID-19 продается во многих аптеках. Есть несколько видов. Средняя цена – 14 рублей. Внутри – пошаговая инструкция. Иммунизация – все еще самая надежная защита. С ней заболевшие переносят вирус без тяжелых симптомов, в частности, пневмонии. Период выздоровления при этом не затягивается. Пункты в поликлиниках работают даже выходные. Сейчас прививают и подростков от 12 до 17. В Бобруйский укол сделали уже полторы тысячи ребят. Всего вакцинировалось 135 тысяч населения. Это 60%. На территории Бобруйска применяются следующие вакцины в настоящее время. Это китайская инактивированная вакцина «Виросел», «Ковивак» – российская инактивированная вакцина. Также «Спутник Лайт» – это вакцина, которую можно использовать для первичной вакцинации, либо для бустерной вакцинации. К слову, при бессимптомной форме коронавируса самоизоляция длится минимум 7 дней. Лечение предполагает обильное питьё и витаминотерапию. Чтобы избежать осложнений, медики рекомендуют тщательно прислушиваться к организму и проверять температуру не реже раза в сутки. И самое важное – соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать опасности своих близких. Карина Гуревич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. За нападение на госавтоинспектора возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл накануне в 4 утра. В Могилёвском районе наряд ДПС остановил «Форт Галакси». За рулём, как оказалось, находился 22-летний бесправник. А в салоне два выпивших пассажира, один владелец авто. Сотрудники ГАИ приняли решение наложить арест на машину до оплаты штрафа. Однако мужчины с этим не согласились. Завязалась потасовка, одному из инспекторов были причинены телесные повреждения. На неоднократные предупреждения нарушители не реагировали и продолжали агрессивные действия, которые остановились лишь после выстрела в воздух. Белорусская казна, предстоящий референдум и лучший логотип. Министерство информации объявило конкурс, в каком ключе разрабатывать графический знак. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране на предстоящий референдум аккредитованы 875 национальных наблюдателей. Больше всего их направили общественное объединение – 699 человек. Само же голосование пройдет 27 февраля. Будет вынесен всего один вопрос – принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Отчисления в бюджет за прошлый год увеличились на 24%. На первой строчке оказались плательщики оптовой и розничной торговли. Склад обрабатывающей промышленности составил 7 миллиардов 200 тысяч рублей. Транспорт и склады перенесли в казну в 2,5 раза меньше. Выросли также перечисления от бизнеса в телекоммуникационной отрасли. В Беларуси утверждены новые правила приема – высшее и среднее специальное учебное заведение. С 2022-го, например, начнут предоставляться льготы при поступлении в ВУЗы – выпускникам классов спортивно-педагогической и патриотической направленности, а также детям военных. Указ будет вступать в силу поэтапно. Российские и белорусские военнослужащие приступили к боевому слаживанию на полигонах страны. Цель – подготовка к совместным действиям. Проверка силы реагирования пройдет в два этапа. До 9 февраля будет создана группировка войск, а с 10 по 20 число проведут совместное учение «Союзная решимость-2022». Министерство информации объявило конкурс на лучший логотип года исторической памяти. Принять участие могут все, кто проживает в Беларуси. К заявке нужно приложить краткую пояснительную записку с описанием. Работу необходимо отправить не позднее 24 февраля на электронную почту ведомства. Губительное пламя. В Бобруйске проходит второй этап акции «Безопасность в каждый дом». Сотрудники МЧС посещают престарелых, а также учащихся средне-специальных учреждений. В Ацтранспортном колледже, чтобы лучше усвоить материал, провели квест. Здесь повторили номера экстренных служб и алгоритм действий при различного рода ЧП. До студентов хотелось бы донести информацию, чтобы они правильно пользовались электроприборами, также правильно эксплуатировали печное отопление, если кто проживает в частном жилом секторе, а также, конечно, бросили пагодную привычку курения, если такова имеется. Завершающий этап акции инспекторы проведут уже 11 февраля в торговом центре на Минске. К слову, в Беларуси с начала года произошло около 500 пожаров. Огонь унес жизни почти сотни человек. Отблеск божественного света в виртуозном мастерстве. В Бобруйском кафедральном соборе появилось 10-килограммовое Евангелие 1779 года издания. Реликвию храму преподнёс заслуженный артист Беларуси Руслан Олехно. О подарке с истории Татьяна Гробач. Это напрестольное Евангелие стало ещё одним украшением главного храма Бобруйской епархии. Полистаешь его и, кажется, совершил путешествие на пару сотен лет назад. Стоит только представить, сколько поколений с 1779-го обнимали Слову Божьему, которые отражают плотные страницы. Вначале без слова, и Слово бек Богу, и Бог без слова. Сейби искани к Богу, вся тем быша, и без него ничтоже бысть ежебысть. О реликве – дар заслуженного артиста Беларуси и почётного гражданина Бобруйска Руслана Олехно. Теперь в Никольском кафедральном соборе старинная книга – часть воскресных и праздничных служб. По субботам на всеношном бдении её будут выносить для поклонения молящихся. Как он мне сказал, что на семейном совете с супругой Юлией, ну и с дочерью Варварой, они решили, единогласно решили передать в дар вот этой святой Евангелии, в храм своей малой родины, где он родился. И вообще очень любит этот храм. Ну, тепло здесь, уютно, всегда так вот отзывается о своём любимом храме. Металлический оклад, инкрустированный 12-ю самоцветами, изготовлен в Святой Елисаветинском монастыре. В центре – каноническая сцена Воскресения, икона Сошествия Иисуса Христоват. На ней Спаситель после распятия сокрушает ворота преисподней, приносит свою евангельскую проповедь, освобождает заключённые там души и род человеческий от первородного греха. Евангелие весит аж 10 килограммов, и его листы легко деформируются при чтении и от влажности. Чтобы сохранить фолиант, предусмотрены застёжки, которые плотно прижимают страницы. На 492 страницах в четырёх канонических Евангелиях рассказывается о божественной природе Христа, его рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. Здесь же и живописные гравюры. Вот тут, например, апостол Матфей, а на этом развороте Марк. Сохранились даже титульные листы. Каждый сам по себе произведение искусства. От всей души благодарен Руслана и его семью. Все прихожане очень благодарны за этот дар, за внимание. Дай Бог ему и всей его семье самое главное – это милости Божьей, чтобы Господь был всегда с ним, чтобы Пресвятая Богородица спасала и покрывала его святым омофором, крепкого здоровья, любви. К слову, в ноябре епископ Бобруйский и Быховский Серафим вручил Руслану Олехно высокую награду Белорусской Православной Церкви, орден святителя Кирилла Туровского второй степени. Ну а раритетное Евангелие, как и подобает настоящему бриллианту, займет центральное место в Кафедральном соборе и в сердцах верующих. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Ничья в домашней серии. Хоккейный клуб Бобруйск одержал трудовую победу в матче против столичных юниоров. Встреча прошла в рамках 26-го тура второй стадии париматч выше леги. В основное время зрители увидели шесть шайб. Перед овертаймом на табло горели ничейные цифры 3-3. Все решилось в дополнительном периоде. Удача оказалась на стороне Бобруйской дружины. Следующим соперником нашей команды станет юниорская сборная стороны. Игры будет принимать под комплекс Раубича 5-6 февраля. Сейчас подопечные Артема Мясникова занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин